Продолжение следует... Пожалуйста, вопросы, как обычно, вы можете писать в чат, я успеваю читать и отвечать на них. Презентацию, как скачать, вам уже рассказали. Не пугайтесь, она получилась немножко больше 100 слайдов, потому что в ней весь тот алгоритм, который я буду объяснять сегодня, расписан подробно в заметках слайдов в виде скриншотов. Итак, что из себя представляет тема или шаблон презентации? Это набор настроек, цвета, шрифты, фоны, какие-то декоративные элементы, которые применяются ко всей презентации целиком. Тема или шаблон состоит из отдельных макеток. Это разметка, верстка слайдов, в которые можно добавлять вашу информацию, ваши изображения. А также есть такое понятие, как мастер слайд. Это главный слайд темы, главный слайд шаблона, на котором показано, как ваша презентация будет выглядеть уже в дальнейшем. Я думаю, с темами и шаблонами вы сталкивались неоднократно, и они нужны нам для того, чтобы выполнять две основные задачи. В первую очередь упростить расположение элементов. Например, у меня вот в треке по презентациям 10 вебинаров планируется в этом году. Если я на каждую буду вручную создавать слайды, вручную создавать презентации, на это уйдет довольно много времени. Гораздо проще сначала разработать подходящую тему, а затем уже перед каждым вебинаром наполнять слайды нужной мне информацией. В принципе, я так и сделала, как сегодня буду рассказывать вам на вебинаре. Вторая задача, которую решают темы и шаблоны, это создание определенного настроения, определенного дизайна. Есть презентации с яркими цветами, с простыми геометрическими фигурами. Они такие игривые, яркие, заставляют быть оптимистичнее, легче воспринимать информацию. Есть презентации, наоборот, сдержанные, строгие, которые привлекают внимание к тексту, к тезисам, к каким-то фактам. Они заставляют серьезно воспринимать информацию и лучше ее запоминать. Какие-то темные макеты на черном фоне, белый текст. Они кажутся неяркими, но лучше всего подходят для выступления на большой сцене, потому что именно на больших экранах, причем не на проекторах, а именно на жидкокристаллических, они лучше всего раскрывают и создают как раз эту атмосферу погружения в информацию, которую рассказывает спикер. У каждой темы, у каждого шаблона свое определенное настроение. И как раз это те задачи, которые иногда нам тяжело решить, не имея каких-то специальных дизайнерских знаний, дизайнерских навыков. Шаблоны решают вопрос за нас. Общепринятый стандарт – это темы PowerPoint. Это действительно, как вы сегодня увидите, общепринято. И большинство сервисов, большинство программ умеют импортировать или экспортировать файлы в формате PPT, в формате PPTX. Но если говорить о PowerPoint, то те шаблоны, которые предлагаются в самой программе, не очень хороши. Мы практически один и тот же набор видим, наверное, с 2006 года. И только в 2016 году стандартные шаблоны не то чтобы заменились или обновились, а они дополнились идеями для оформления слайда. Это еще функция, которая только вдруг в последних версиях присутствует. И она не совсем про макеты слайда. Она именно про идеи оформления. То есть она решает вторую задачу создания определенного настроения, но не решает первую задачу упрощения расположения элементов. И у готовых шаблонов PowerPoint мы можем сразу назвать тресланные проблемы. Это, конечно, вопросы оформления. Здесь далеко не дизайнерские темы. Они создавались такими же обычными пользователями довольно давно, в конце 90-х годов. Они не обновляются, и мы не можем довольно быстро их изменить. Нет возможности на лету, например, поменять все декоративные элементы, на лету поменять какие-то варианты расположения макетов. Только шрифты и только цвета предусмотрены PowerPoint для быстрой замены. Вторая проблема стандартных шаблонов – это верстка. Я думаю, вы замечали, что большинство шаблонов перегружены декоративными элементами. Например, те же слишком мельтешащие, слишком яркие фоновые картинки, фоновые цвета, которые отвлекают внимание от самого содержимого слайда. Нет четко выделенных шаблонов для чтения и шаблонов для выступления. И кроме этого, еще одна третья проблема – это адаптация. PowerPoint в своих стандартных шрифтах не используют те шрифты, которые повсеместно распространены в интернете. То есть у Microsoft нет предустановленных Google шрифтов, которые в большинстве программ и сервисов, про которые мы будем разговаривать сегодня, являются стандартом. Когда вы выбираете какой-то шрифт, он может некорректно отображаться кириллицей. Длина строчек, длина вот этих вот мест для расположения текста предназначена для английского языка, где слова более короткие, строчки получаются компактнее. В русском языке строчки длиннее, и для них нужны заполнители другой формы, с более длинной длиной строк. И вот эти вот проблемы не позволяют в полной мере использовать шаблоны PowerPoint. В начале своей работы с презентациями я периодически к ним прибегала, но довольно быстро поняла, что это неудобно. Приходится слишком сильно переделывать макет, и он перестает выполнять свою первую функцию. Он не упрощает в ней расположение элементов, а наоборот замедляет работу. Ну, я думаю, вы с легкостью назовете сервис, который позволяет удобнее работать с шаблонами, с темами презентации, где много вариантов, разработанных именно дизайнерами, где много интересных макетов, и с которым приятно работать, потому что он на русском языке. Есть как мобильная версия, есть так и веб-версия. И мы сегодня говорим про сервис, конечно, который называется Canva. Поэтому при создании макетов мы с вами пойдем другим путем. На прошлой презентации, на вводном вебинаре трека я говорила про понятие workflow, про организацию рабочего пространства, какие программы, какие сервисы мы используем для своей работы. И сегодняшняя наша рабочая пространство состоит из конвы, где мы ищем подходящий нам шаблон презентации, из программы PowerPoint и Google Slides, в которые мы импортируем шаблон, созданный в конве, а затем превращаем его в макет, то есть в тему, которая содержит в себе несколько подходящих макетов. И затем четвертый сервис – это Prezi, куда мы можем ставить, импортировать уже готовую презентацию с готовым расположением текстовых блоков, изображений и декоративных элементов. Итак, четыре из пяти сервисов. Сегодня мы с вами пробежимся и посмотрим, как правильно работать в них с макетами. Первое, что нам потребуется, это, конечно, определить именно те макеты, которые подходят для вашей работы. Я определяю для себя то, что мне удобно для вебинаров, вы определяете то, что нужно для вашей работы. Конечно, можно сразу примерно сказать о вот этих вот девяти макетах, которые, в принципе, являются типовыми. Я думаю, они пригодятся практически в любой презентации. Это титульный слайд, это слайд с макетом и заголовком, с изображением и текстом, с цитатой, с тезисом, слайд-визитка, последний слайд-презентация с вашими контактами и так далее. Я проанализировала несколько популярных шаблонов канвы, которые она предлагает, и как раз вот раскидала и посмотрела, какие из этих макетов присутствуют в презентациях канвы. Как видите, вот в этом случае семь из девяти макетов, восемь из девяти, шесть из девяти и снова шесть из девяти. То есть если просматривать вот эти вот уже готовые шаблоны, которые предлагает канва, как раз они основаны на девяти наиболее распространенных макетах. Чем более строгая презентация, чем она сдержаннее, аккуратнее верстки, тем больше макетов канва предлагает. Чем больше декоративности, вот такой вот игривости в презентации, тем меньше макетов. И просматривая то, что предлагает канвати, темы, которые она предлагает, вы можете подобрать ту презентацию, которая лучшим образом отразит именно ваши учебные цели, ваши учебные задачи, именно те макеты, которые нужны вам для дальнейшей работы. Итак, мы начинаем с того, точнее продолжаем уже с того, мы начали с того, что определили макеты, которые нам нужны. Теперь мы открываем сервис канва и находим подходящий дизайн для дальнейшей работы. Все то, что я буду показывать дальше, вот все скриншоты, презентации, которые вы скачаете, они в заметках подписаны. То есть весь алгоритм, который я сейчас разложу вам по полочкам, вы сможете затем прочитать в скачанной презентации. Я в сервисе канва провела некоторое время и выбрала тот вариант оформления, который показался мне подходящим. С одной стороны, вот эта презентация довольно яркая, с другой стороны, здесь довольно много места для расположения текста, очень много слайдов, в которых, в принципе, только текст расположен по-разному, самыми разными блоками. И есть интересные слайды для вставки изображений. Как видите, здесь не просто квадратные или прямоугольные картинки, но вот интересно обрезанные в форме круга, полукруга, четверти круга. Всего в шаблонах канвы бывает до 26 по-разному оформленных слайдов. Здесь как раз такой случай, когда именно 26 слайдов. Я просматриваю их все и оставляю только те макеты, которые потребуются мне для дальнейшей работы. Всего их 12, то есть 9 стандартных, плюс, посмотрите, вот эти вот три макета, они текстовые. Я пока еще не знаю, потребуется ли мне расположение текста слева, вправо, а может быть сверху слайда. Поэтому я оставляю три текстовых макета. Один макет с текстом и картинкой, цитата, вот этот вот на голубом фоне, это заголовок, может быть, раздела. Два макета с карточками, четыре карточки и три карточки. И далее набор изображения, картинка и визитка. В принципе, вот такой джентльменский набор, который потребуется мне для решения большинства моих задач при создании презентации. Мне, как правило, нужен еще один макет. Это пустой слайд, но в камне нет смысла отдельно создавать пустой листочек. Я легко его смогу добавить потом в любой программе, в которой я буду заниматься созданием презентации. После того, как я выбрала подходящий для меня дизайн и добавила слайды с теми макетами, которые мне потребуются, я могу их немного изменить. Вот что показала моя практика. Трогать текст в камне нет никакого смысла. Тем более, если мы этот дизайн потом собираемся превратить в стандартный шаблон PowerPoint. Есть смысл поработать с цветом. И если вы хотите изменить, например, вам кажется, что выбранный мной дизайн слишком яркий, слишком такой детский и кукольный, вы можете его перекрасить. Для этого выделяете любой цветной объект. И в левом верхнем углу на панели редактирования появляется вот такая вот иконка. Это инструмент выбора цвета. Когда вы на нее щелкаете, у вас слева появляется панель. Здесь сразу показаны, какие цвета уже присутствуют в этом документе. Как видите, они довольно яркие. Какие-то цвета предлагает вам сама канва. И можно вот в инструменте «Новый цвет» выбрать именно тот оттенок, который вам нужен. Но есть еще один вариант. Вместо того, чтобы вручную подбирать цвета, вот здесь сверху в поле поиска, где написано «Попробуйте синий», вы можете написать любой цвет, который кажется вам подходящим. Я писала «Аквамарин», и мне сразу канва предлагает готовые палитры на основе написанного мной цвета. И вот в качестве эксперимента я попробовала перекрасить презентацию в палитру номер 6. Просто щелкая по очереди на все цветные элементы, я их перекрасила. Это как один из вариантов, если вам потребуется перекрасить вот так всю презентацию целиком, вы можете воспользоваться этим способом и взять готовую палитру, писав название одного цвета или его код в 16-ти личном формате. То есть тот, который пишется через хэштег «6 цифр» или цифры с буквами. После того, как вы закончили настраивать цвета презентации, в самой верхней панели вот этой градиентного цвета вам нужно нажать в правом углу на вот эти вот три точки. И у вас появятся варианты экспорта, среди которых будет и в Microsoft PowerPoint. То есть вы скачаете дизайн в виде презентации. Вот это как раз та причина, по которой я говорила. PowerPoint – это стандарт. У большинства вот таких вот сервисов есть возможность либо экспортировать, то есть скачать презентацию в формате PPTX, либо наоборот загрузить в нее презентацию в этом формате. Те из вас, кто работал с конвой, знают, что часть изображений, которые она предлагает в своих дизайнах, относится к платным. И когда вы пытаетесь скачать презентацию, у вас может выскочить вот такая вот подсказка о том, что в презентации находится премиум изображения. Обычно вот такие изображения отмечены водяными знаками, они вот такой вот диагральной сеткой, и на них водяной знак конвы. Или можно попробовать пощелкать на изображение, и на тех из них, которые платные, появится вот такая вот всплывающая плашка «Удалить водяные знаки». Достаточно просто удалить эту картинку или заменить ее на бесплатную для того, чтобы презентация скачалась без проблем. Я просто скопировала и вставила другую иконку, и теперь конва разрешает мне скачать презентацию без лишней доплаты. Итак, это был первый шаг. Мы выбрали дизайн в конве, оформление и макеты, и скачали их в формате PPTX. Следующий шаг – это загрузка дизайна и создание на его основе уже темы. То есть чем отличается тема от той скачанной презентации? Тема – это основа, в которой вы можете загружать свой текст, свои изображения. Это слайд, на котором нет еще контента, но есть места, куда его можно вставить. Это вот такая заготовка, в которую можно удобно вписывать текст или вставлять нужные вам картинки, диаграммы, инфографику, медиа и так далее. И то, что мы скачали из конвы, это еще не тема, это еще не шаблон. Это именно полноценная презентация. У вас есть какие-то вот красивые слайды, но для того, чтобы заменить на них текст, вам нужно стереть старый и написать свой. Будем превращать эту презентацию в красивую, удобную тему. И для начала перед нами стоит выбор, что мы будем использовать для этой задачи – PowerPoint или Google Slides. И туда и туда можно импортировать чужие темы. И в PowerPoint и в Google Slides есть как раз инструмент для создания вот этого шаблона. Есть мастер-слайды, есть заполнители и так далее. Но в Google Slides можно вставлять заполнитель, то есть разметка пустых мест только под текст. А в PowerPoint можно вставлять заполнители, вот эту вот разметку, и под текст, и под картинки, и под инфографику, и под медиафайлы, например, под звуки или под видео. У PowerPoint немножко пошире вот этот функционал. И в принципе я попробовала и там, и там создавать макеты. Мне показалось, что в PowerPoint это удобнее. Но вы можете выбрать тот вариант, который больше подходит именно для ваших задач. Поэтому я сейчас покажу, как создавать макеты в PowerPoint, а затем расскажу, чем отличается их создание в Google Slides. Так, вот так выглядит презентация из конвей, которую я открыла в PowerPoint. Как видите, сохранились названия слайдов. Вот здесь вот подписаны, и вот все 12 слайдов прямо передо мной. Но если я открою вкладку макеты, вы увидите, что в презентации используется какая-то стандартная тема с не очень вот этими вот удобными макетами, про чье неудобство, неподходящество я вам уже рассказывала. То есть сейчас у нас просто презентация без всякой разной темы. Для того, чтобы создать тему, удобно открыть вторую пустую презентацию и затем в ней перейти во вкладке вид, нажать кнопку образец слайда. У вас откроется окно редактирования макетов. Первым всегда идет мастер слайд. Он как раз отвечает за то, как будет отображаться ваша тема в списке всех остальных тем и отвечает за те элементы, которые будут общими для всех остальных слайдов. То есть если вы на мастер слайд поставите синий фон, то у всех остальных слайдов будет синий фон. Если вы на мастер слайд загрузите изображение бабочки, это изображение будет на всех слайдах. Если у вас нет таких общих элементов для всей презентации, для всех макетов целиком, то лучше мастер слайд не трогать, а работать уже с отдельными макетами. Они расположены вот ниже, идут по очереди. Их тоже около 12 штук, 9 штук, в зависимости от того, какая тема была применена по умолчанию. Итак, сейчас у вас открыто два окна. На одном окне у вас презентация скачанная с канвы, в другом окне у вас пустая презентация, открытая в режиме образца слайдов. Из готовой презентации мы копируем все элементы, расположенные на первом слайде. И в пустую презентацию, в образец слайдов, мы их просто-напросто вставляем. То есть мы переносим дизайн из презентации, собственно, в макеты, в образцы слайдов. Здесь, скорее всего, вы столкнетесь с вот такой проблемой. Первый раз, попытавшись перенести информацию, вы увидите, что она у вас не влазит на слайд, выходит за его рамки. То есть вот так примерно размер слайда. И большая часть элементов расположены за его рамками. Это говорит о том, что размеры скачанной презентации и размеры созданной презентации не совпадают. Нужно посмотреть вот здесь вот в окне размер слайдов точные цифры, которые выставила канва при создании презентации. И прямо точно до последнего знака после запятой перенести их в новую презентацию. Тогда, когда вы будете вставлять элементы, они будут отображаться корректно полностью, заполняя пространство слайда. Все те элементы, которые вы вставили в образец слайда, при создании нового слайда, будут нередактируемы. То есть это фактически то же самое, что фоновое изображение, только то, которое никак в режиме создания презентации нельзя подвинуть или изменить. Но нам нужно же не просто фоновое изображение. Мы бы хотели иметь области, в которые можно писать заголовок, разметку для текста, разметку для вставки своих фотографий. И поэтому сейчас мы добавляем вот в этом режиме заполнители. Так, и в первую очередь нам потребуется заполнитель для текста. Здесь во вкладке образец слайда вы выбираете вставить заполнитель, текст. И у вас появляется вот такое вот поле. Оно сразу заполнено образцом текста. И это не очень удобно. Во-первых, он мешает видеть, как будут расположены все элементы на слайде. Во-вторых, в принципе, вам этот текст не нужен. Лучше всего в этом поле удалить весь текст и вписать свои собственные подсказки. Например, вот так вот. Еще раз вернусь на первоначальный слайд. Вот так он выглядел. Посмотрите, здесь три области для текста. Раз, два, три. Вместо них я вставляю заполнители и пишу для себя подсказку. Сверху будет подзаголовок, дальше заголовок и ниже будут авторы. Кстати, я забыла упомянуть. Посмотрите, на слайде цвет фона оранжевый. Когда вы вставляете элементы, этого фона нет. Слайды белые и цвет фона здесь тоже белый. Нужно перекрасить. Прямо в режиме образец слайдов вы можете выйти на инструмент цвет фона и выставить тот же оранжевый, который был в презентации конвы. Для этого в готовой презентации щелкните на любой оранжевый элемент, перейдите в заливку цвета, и там есть инструмент в виде пипетки. Щелкая под цвет, вы получаете оранжевый цвет. Затем его настрою, как вам нужен 16-ричный код. Я думаю, вы умеете это делать. Если немножко сложно в самой презентации подсмотреть, то сделайте, как я. Просто, когда вы делаете презентацию в конве, прямо там выпишите код цвета. То есть прямо при работе с цветом в конве, щелкая по любому цвет, вы можете списать этот 16-ричный код на листочек бумаги, и потом я его просто руками перебиваю в настройки фона, когда мне нужно изменить цвет фона. Для меня это немножко проще, чем искать его уже по всем презентациям, по всем слайдам. Итак, вот таким образом будет выглядеть макет титульного слайда. Как видите, он довольно простой. Несколько декоративных элементов и три заполнителя для текста. Сейчас заполнители написаны стандартным шрифтом. Это в калибре, если не ошибаюсь, 14-й размер. Можно оставить так, и уже при создании готовой презентации вы поменяете шрифты на те, которые вам нравятся. А можно сразу, прямо здесь в режиме образца слайда, заменить шрифты, настроить размер, настроить жирность и крупность, и тогда в презентации вам не придется тратить на это время. Например, вот такой вариант. Я выбрала два шрифта. Я стараюсь выбирать их стандартные, те, которые я устанавливаю с сервиса Google Fonts, для того, чтобы потом эти шрифты корректно отображались во всех остальных сервисах, где я буду использовать вот этот вот шаблон презентации, вот этот вот дизайн. Так, зачем нужно создавать макеты, для чего мы создаем каждый раз новую презентацию? Я вначале объясняла, что макеты ускоряют создание презентации. Вам не приходится каждый раз заново подгонять, где будет расположен текст, как будут сделаны картинки. Если вам нужно сделать одну презентацию, может быть, раз в месяц, хорошо, это не так сложно сделать ее руками. Если в месяц вам нужно делать 10-20 презентаций, делать презентации быстро, например, у вас 2 часа для того, чтобы подготовить новую презентацию к мероприятию, без шаблонов сложно обходиться. Я использую шаблоны, мне не нужно делать так часто презентации, но для меня это замена гайдлайну. То есть вы знаете, что в крупных фирмах есть бренд-буки, гайдлайны, образцы презентации. Там прописано, цвет должен быть только такой, логотип должен располагаться в левом верхнем углу, а подпись автора должна быть вот такого вот размера. И вот вместо того, чтобы каждый раз заглянуть в эти подсказки и вспоминать, какой шрифт я использовала в прошлый раз, я делаю макет шаблон презентации и затем уже просто вбиваю каждый раз новый контент. Предположим, например, в октябре у Атласа будет школа коммуникации для педагогов и директоров школ. Все спикеры должны держать свои презентации, делать свои презентации по единому шаблону, чтобы был логотип Атласа, чтобы презентации были, выглядели единообразно, чтобы были правильные проходящие шрифты и так далее. Предположим, у них будет 20 спикеров, значит, им нужно 20 образцов презентации. Можно им словами объяснять, можно присылать там образцы фона, образцы шрифта, а можно просто сделать один единственный макет, всем раздать, и спикеры просто впишут туда свою информацию. Так, на чем я остановилась? Зачем нужно делать презентацию, перенося ее шаблон из Камбы в другие сервисы? Можно создавать шаблон с нуля в Пауэрпоинте, то есть взять совершенно чистую презентацию и сделать там разметку. Но в Камбе очень красивые дизайны. Я, например, вот такой вот дизайн, который вам показывали, я придумать бы, наверное, никогда не смогла, уж тем более так подобрать шрифты и формы. Поскольку своей фантазии у меня не хватает, я беру готовый дизайн в Камбе, а затем в Пауэрпоинте делаю из нее уже тему, который смогу применить хоть на 100 презентаций, хоть на 200. Если мы пользуемся одним шаблоном, то как менять дизайн, в какой момент? Вот в Директ-Академии для этого есть треки. У меня в этом году идет два трека. Один идет трек для презентации, другой идет трек для говорящих голов, для переупаковки контента. То есть мне туда нужен один дизайн, и сюда нужен один дизайн. Есть иногда, вот когда работать именно с соцсетями, там говорят так, что оформление группы в соцсетях нужно менять раз в сезон, весна, осень, лет и зима. Точно так же можно менять дизайн презентации. Я меняю дизайн оформления тогда, когда мне старое надоедает, когда мне хочется чего-то нового. В Камбе все классно, зачем переносить? Да, в Камбе все классно, я согласна. Если вы работаете именно с конвой, если вы именно ее используете как основной инструмент, можно делать именно так. Но иногда у нас возникают некоторые сложности. Я знаю, что не во всех, например, колледжах, библиотеках есть стабильное подключение к интернету. А конва при своей работе требует обязательно наличия стабильного интернет-канала. И, например, когда нужно библиотекарю делать какие-то презентации, ему приходится делать это из дома в Камбе. Он не может этим заняться на работе, где вроде бы стоит нормальный PowerPoint, но он не может этого сделать, потому что в PowerPoint одни шаблоны, в Камбе другие шаблоны. И ему приходится тратить свое личное время дома для того, чтобы делать красивую, аккуратную презентацию в Камбе. А вот если он этот шаблон из Камбы перенесет в PowerPoint и настроит там макеты, он сможет уже свое создание презентации уже выполнять в рабочее время. И опять же, есть такой нюанс, я про него не упомянула сразу, но вот подумайте вот над чем. В Камбе нет возможности настроить тонко анимацию. Самая тонкая анимация, которую вообще видела в сервисах, конечно, делается в PowerPoint. И если я хочу делать анимированную презентацию, если я хочу делать игровую презентацию, без PowerPoint мне не обойтись. Так, я переношу следующий слайд точно так же. Я копирую и вставляю сюда. Еще раз повторяю, как мы переносим слайды из Камбы. Мы из Камбы скачали презентацию в формате по ПТХ, открыли ее на компьютере, создали на компьютере вторую пустую презентацию, в пустую презентацию перешли в образец слайда, а теперь, переключаясь между окнами, мы просто копируем из одного слайда и вставляем в образец слайда в другом окне. Вот я также увидела все элементы, скопировала и вставила в режиме образец слайда. Я думаю, что вот по прошлому слайду, по титульному слайду вы поняли, что создание заполнителей текстовых занимает довольно много времени. И чтобы не повторять это каждый раз, я их из предыдущего слайда просто Ctrl-C и в следующий слайд Ctrl-V. Я не создаю каждый раз новый заполнитель, я просто копирую уже готовый и располагаю их на пространстве макета. Так получается намного быстрее, чем каждый раз поправлять заполнители заново. Вот следующий уже для текста макет. И для того, чтобы мне было удобнее ориентироваться, я его обычно переименовываю в левой боковой панели. Я кликаю на макет правой кнопкой мыши и выбираю строчку «Переименовать макет». Пишу удобное для меня название. Мастер-слайд мы заполняем в том случае, если у нас есть элементы, которые должны быть во всей презентации. Например, во всей презентации должен быть одинаковый фон. Ссылка на скачивание презентации из Канвы. Вот ту презентацию, которую я сейчас показывала, я добавила в ресурсы. Она называется «Презентация Канвы». Вы можете ее скачать и попробовать сделать то же самое, что делаю я сейчас. Поэтому для конкретно этой презентации я мастер-слайд заполнять не стала. Если у меня, например, нужен одинаковый фон или одинаковый колонн-титулы, например, логотип организации мне нужен на всех слайдах, я его буду вставлять на мастер-слайд, а не на макеты. Так. Идем дальше. И вот таким вот образом я переношу все элементы из готовой презентации в пустую и создаю нужные мне макеты. Вот три текстовых макета, которые, в принципе, довольно легко и довольно быстро создаются, потому что здесь только текстовые заполнители. Но в моей презентации Канвы есть несколько более сложных, на которых я сейчас остановлюсь немножко подробнее. Например, вот этот вот макет номер 8, где четыре карточки, информация расположена в четыре колонки. Какая-то информация переносится довольно легко. Я сделала заполнитель для заголовка, для текста, для колонок, но у меня остались четыре иконки. Не факт, что мне потребуются именно такие иконки в моей дальнейшей презентации. Поэтому вместо вот иконок я поставлю заполнитель для рисунков. Точно так же вкладка «Образец слайдов» ставит заполнитель, и теперь я выбираю строчку «Рисунок». У меня появляется инструмент, я просто рисую прямоугольник или квадрат нужного размера. А те иконки, которые стояли раньше, я удаляю. Вот четыре места для расположения иконки. Я их так и подписала, иконки, чтобы в следующий раз не забыть, что именно сюда вставлять. Так, перенести в Google документы, первичные настройки презентации. Да, про Google слайды я согласна, я их покажу немножко позже. Так, точно так же я делаю дальнейшие слайды, где рисунки простой формы. Вот, например, на этом макете тоже прямоугольные рисунки. Я делаю для них просто три заполнителя. Оранжевым цветом я закрашиваю для себя, чтобы лучше видеть границы. Мне вот нравится, когда не прозрачная заполнитель для рисунка, а когда он цветной. Вы можете сделать так, как вам удобнее. И у меня получается макет, на который можно вставить сразу три рисунка. Дальше давайте посмотрим на слайд номер 9. Здесь уже три колонки, и они с фотографиями. Да, шаблоны из конвы без регистрации скачать нельзя. Нужно зарегистрироваться в сервисе, чтобы получить доступ к инструментам редактирования. А скачивается презентация только из окна редактирования. Здесь точно так же я легко переношу дизайн, то есть вот эту цветную полосу, переношу заполнители. И сейчас мне нужно вместо готовых картинок вставить заполнители для фотографии. Но здесь, как видите, они довольно сложной формы, поэтому я не буду делать прямо именно такую форму арки, а поставлю вместо них круглые заполнители для рисунка. Сначала я рисую квадратный заполнитель, выделяю его, и вот здесь же, не входя из режима редактирования макетов, во вкладке «Формат» я ищу пункт «Изменить фигуру» и выбираю здесь вот круг. То есть выделенный заполнитель можно редактировать как любую фигуру, и можно переключать его на любой вид, хоть звезду можете поставить, хоть шестиугольник, хоть любую другую фигуру из вот этих вот инструментов. Переношу путем копирования со слайда не из самой канвы, а из скаченного слайда из канвы. То есть я сначала из канвы презентацию скачала в PowerPoint, а потом копирую из скаченной презентации в режим «Образец слайда». И вот у меня получается вместо квадратного заполнителя заполнитель «Круглый». Это как раз вот одна из тех настройок, которые мне очень нравятся в макетах, что можно сделать заполнитель для картинки любой формы. И затем уже, когда вы вставляете фотографию, не обрезать ее, а сразу получать слайд, где картинки обрезаны довольно интересным образом. Вот здесь немножко более сложный вариант. Здесь изображение в форме четверти круга, в форме сектора. И можно потратить немножко больше времени для того, чтобы получить заполнитель именно такой формы. Я рисую сначала квадрат, затем изменяю фигуру. И вот здесь вот можно выбрать, например, вот такой вот сектор или вот такую вот каплю. То есть любую фигуру на основе круга. А затем снова, выделив мой круглый заполнитель, я выбираю в том же меню пункт «Начать изменение узлов». Этот пункт не активен, когда у вас квадрат. Но он активен, если вы выбираете какую-то фигуру на основе, например, круга. Теперь у меня заполнитель ограничен вот такими вот черными точками. И перетаскивая их или щелкая по ним правой кнопки мыши, добавляя или удаляя, я могу получить заполнитель абсолютно любой формы. Это потребует больше времени, но зато потом вам не нужно будет обрезать саму фотографию. Вы будете вставлять ее, и она будет принимать уже определенную форму. Поправляю размер. И вот, пожалуйста, у меня макет, где рисунок занимает четверть круга. И, в принципе, при работе уже самой презентации, при создании слайда, довольно просто вставить нужную вам картинку. Она сразу примет правильную форму. При вот такой вот работе с заполнителями рисунков есть несколько секретов. Например, если мы возьмем 11 макет, здесь довольно большая картинка сложной формы, то легко этот заполнитель обрезать вот по такой фигуре. Она называется хорда в меню рисования PowerPoint. И перетаскивая вот за вот эти вот оранжевые кружки, можно получить, в принципе, подходящую нам форму, аккуратно подставить заполнитель рисунка, так как он должен располагаться на слайде. Но если вы сделаете хорду сильно обрезанную вровень с границей слайда, то, когда вы будете вставлять в режиме создания презентации рисунок, он у вас будет вставляться узким, то есть ровно той формы, которую вы оставили в заполнитель. И настраивать, какая именно часть фотографии должна показываться на слайде, будет довольно сложно. Поэтому я стараюсь оставить хорду не сильно обрезанную или вообще вставляю овал, просто пододвигая его так, как он должен выглядеть на слайде. Чем больше места занимает заполнитель, тем большая часть рисунка, большая часть фотографии будет отображаться. И затем, создавая слайд, я могу обрезать и переместить. У меня будет выбор. Я смогу вставить либо верхнюю часть рисунка, либо нижнюю часть рисунка. То есть чем больше места занимает заполнитель, тем больше вариантов для расположения итоговой фотографии у меня есть. Этот момент немножко более подробнее расписан в самой презентации, которую вы можете скачать. Так, ну а сейчас, собственно, в Google Слайд. Здесь принцип такой же. Презентацию, которую вы скачали из канвы, вы можете загрузить в Google Слайды. То есть, хоть она в формате PowerPoint, она спокойно загружается. Вы выбираете только те слайды, которые вам нужны. Импортируете их. У вас появляется точно такая же презентация, только, как видите, Google исправил шрифты. Старые шрифты не отображались, и он заменил их по своему усмотрению. Теперь в меню Слайд вы можете перейти на пункт Изменить шаблон, и у вас откроется такое же окно редактирования макетов, как оно открывалось и в PowerPoint. То есть, посмотрите, на левой панели точно так же есть мастер слайд, и затем идут отдельные макеты слайда. И точно так же вы можете копировать элементы с готового слайда и вставлять их уже в Google Слайды. Для текста точно так же вставляются заполнители. Но в Google Слайде что не делается? В Google Слайде не вставляются заполнители для рисунков. То есть, вот такие, как я вам сейчас показывала, круглые, тем более там более сложной формы, вы заполнители поставить не сможете, даже прямоугольные. Поэтому в Google Слайдах удобнее работать с макетами, где меньше рисунков, где нет необходимости вставлять для них какие-то отдельные поля для заполнения. Да, как вы писали раньше в чате, в Google Слайде можно напрямую перевести, и именно в Google Слайде работать с какими-то макетами. И здесь у вас выбор, будете ли вы работать с одним инструментом или с другим. Когда вы поработали с макетами и создали ту тему, которая вам нужна, дальше идет следующий этап. Вы сохраняете ее, а затем используете там, где она вам нужна. Итак, создаем презентацию и импортируем в различные сервисы. В PowerPoint здесь же во вкладке «Образец слайдов» у вас есть кнопка «Тема», и внизу есть пункт «Сохранить текущую тему». В PowerPoint тема сохраняется как отдельный файл, расположенный на локальном компьютере. Что это значит? Это значит, что если она сохранена в правильную папку, каждый раз при открытии PowerPoint он будет видеть эту тему и предлагать ее в меню темы. Это значит, что вы можете скинуть ее на флешку и перенести на другой компьютер, поделиться с кем-то, чтобы он делал презентацию именно с помощью этой темы. Я сохраняю ее и создаю пустую презентацию. Тема у меня называется «Креатив канва». И вот, пожалуйста, все 12 макетов, которые я создавала. 12 слайдов с примененными макетами выглядят следующим образом. До редактирования, то есть виден просто дизайн. Заполнители, конечно, не видны, пока в них не вписали текст. И создание вот такого вот слайда занимает, ну, наверное, минуту 45 секунд, если я не ошибаюсь, пока я вставила одно, я засекла время, но забыла его записать. То есть довольно быстро я вписала нужный текст и просто вставила картинку, которая сразу приняла нужную мне форму. Этот же файл с темой вы можете загрузить и в Google слайд. То есть вам нужна презентация, в которой эта тема будет применена. В пустой презентации вы выбираете точно так же вкладку «Слайд», изменить тему. Справа у вас появляется вот такая вот панель, желтая кнопка «Импорт темы» и выбираете презентацию, в которую эта тема уже применена. Теперь, когда вы импортируете, вы увидите, что все те же 12 макетов слайда теперь доступны вам и в Google. И заполнители текстовые остались на своих местах. Сохранился шрифт, если он поддерживается Google. Точно так же заполнители, точно так же текст. Но вот все заполнители для картинок, для рисунков, помечены, что они неподдерживаемые. Ну, по крайней мере, осталась область, было понятно, в какое именно место нужно вставлять картинку. Таким образом, то, что вы делаете в PowerFind, применимо в Google слайде не просто как презентация, но и как тема для создания презентаций в дальнейшем. Мне кажется, в принципе, это довольно удобно. Довольно типичная ситуация, когда вы, например, пять лет пользовались одной программой, а потом перешли на другую программу по той или иной причине. И что, терять теперь все наработки? Нет. Тему в PowerFind вы можете забрать с собой, импортировать ее в Google и использовать в дальнейшем. Но темы в Google, они не будут отображаться у вас в этом общем меню темы, то есть они не общедоступны. Если вам потребуется эту же тему использовать в следующий раз, вы должны открыть презентацию, в которой она была уже применена. То есть вот в этом отличие. И для того, чтобы другой человек поработал с этой же темой, вы должны Google презентацию для него расшарить, для него скопировать. Следующий сервис, в который можно импортировать презентацию в формате PowerPoint, это Prezi. Я не знаю, как много здесь присутствующего вебинара работало с ним, но мы будем периодически к нему обращаться, потому что у него очень интересные возможности по созданию презентации. И когда вы создаете пустую презентацию или полную презентацию, на верхней панели у вас есть кнопка «Вставить», и вот здесь вот в правом углу есть прямо готовая презентация PowerPoint. Вы импортируете, например, перетащив мышкой вот на окно скачивания, она загружается, и вам предлагается вставить не менее двух слайдов. То есть здесь тоже можно выбрать те слайды, которые вам нужны, и потом вы их вставляете. Prezi не поддерживает темы PowerPoint, но он прекрасно работает с уже готовыми презентациями. Так, в конве огромное количество шаблонов презентаций. Как выбрать нужную из огромного разнообразия? Как я говорила в самом начале, нужно выписать те макеты, которые вам нужны, будет ли у вас презентация преимущественно с текстом или преимущественно с изображениями, и искать в готовых дизайнах конвы ту, где больше именно таких макетов. В Prezi есть некоторый нюанс, который касается структуры. Для того, чтобы не просто вставить слайд-презентацию, а вставить его в правильное место, нужно понимать, как Prezi работает со слайдами, как их группирует и по какой логике он их показывает. В Prezi есть два типа вставки каких-то слайдов. Это планета и стопка. Сейчас я покажу, чем они различаются, чтобы вы могли импортировать презентацию и вставлять слайды именно в правильное место, так как вам нужно. Стопка – это более простой вариант. Выглядят они внешне одинаково. Вот что планета, что стопка. Кстати, вот в чем особенность Prezi? Та форма, которую вы выбираете для всех элементов, она применяется ко всей презентации. Вы не можете сделать, например, один слайд круглым, а другой – квадратным. Если выбрана одна форма, она будет уже для всего применяться. Стопка – это простой вариант. Это как раз классическая презентация, где слайды переключаются по порядку. Вот они на левой панели просто показаны по очереди. И когда вы при показе будете кликать мышкой, они будут, например, в правильном порядке переключаться. К стопке можно добавить новую страницу, можно перетащить слайд из презентации PowerPoint, например, но никаких дополнительных вариантов быть не может. Внутри стопки лежат только отдельные слайды. Совсем по-другому планета. Планета выглядит следующим образом. Есть большой слайд, вот он, и на нем показываются превьюшки следующих мелких слайдов. Вот они в боковом меню слева отображаются. Первый – это большой слайд, а дальше по номерам идут три маленьких слайда. Каждый из этих маленьких слайдов может быть планетой в свою очередь. То есть планета обеспечивает нам бесконечный уровень вложности. Можно увеличивать и увеличивать презентацию, видеть новые и новые слайды. Вот, например, обратите внимание на слайд номер 2. Я выделила его квадратной рамкой. Если я увеличу масштаб, можно будет увидеть, что рядом с ним расположены еще пять слайдов, еще пять слайдов к нему прикреплены. Поэтому, если вы работаете с преде, лучше вот эту вот структуру продумывать сразу, расписывать ее, может быть, на листочке, может быть, выклеивать стикерами, и тогда вам будет проще понимать, куда и как именно нужно вставить отдельные слайды презентации. Не очень понятно, зачем это нужно. Зачем нужно преде? У нее тоже есть бесплатные и платные тарифы, и, в принципе, с бесплатными можно делать очень-очень классные вещи. Итак, схема нашей работы получилась примерно вот такой. От конвы мы скачиваем в файл формате PowerPoint, загружаем его либо в Google Слайд, либо в PowerPoint. И в PowerPoint, если мы делаем тему именно в PowerPoint, ее можно затем загрузить в тот же Google Слайд, а можно использовать уже готовую презентацию в сервисе Prezi. Вы можете переработать в PowerPoint таким образом, как вам удобно. Можете начинать сразу делать в PowerPoint и вычеркивать конву. Можете делать все, что вам нужно в конве, а потом готовые слайды загружать напрямую в Prezi или загружать, как вы предлагали, сразу в Google Слайд. Это просто самая длинная цепочка, которую я смогла построить, чтобы показать вам все этапы. Планета нужна для того, чтобы были превьюшки. То есть, чтобы на этом слайде вы видели, какая информация здесь написана, и могли кликнуть на любой из этих топиков и перейти по презентации дальше. То есть, это такой формат расположения интерактива. То, что вы руками, например, настраиваете в PowerPoint, делаете навигацию, интерактивное оглавление, где каждая ссылка ведет на определенный слайд, Prezi это делает автоматически и показывает вот таким вот образом. Так, хорошо, я рада, что понятно. Итак, подытожим то, о чем я рассказывала. С моей точки зрения, это только мое личное мнение, но тем не менее, красивые дизайны лучше всего искать в конвейере. Тут много очень ярких и интересных вариантов, и главное, постоянно добавляются новые. Макеты с моей же точки зрения создавать удобнее в PowerPoint, потому что можно вставлять всякие интересные заполнители, потому что можно пользоваться удобными функциями типа формата по образцу, анимации по образцу, и в PowerPoint для меня это удобно. Да, Ксения Александровна, это просто способ перехода к другим слайдам. Большинство сервисов можно импортировать либо тему, либо презентацию со встроенной темой в формате PowerPoint. Спасибо вам за внимание. Я напоминаю о том, что следующий вебинар в треке будет посвящен иллюстрациям, фотографиям и иконкам. Я расскажу о том, как искать изображение, не нарушающее авторское право, как правильно использовать с учетом разных типов лицензий, и особенности импортирования иллюстраций в разных сервисах. Мы будем говорить про все пять, то есть Canva, Prezi, Geniali, PowerPoint и Google Slides. Я напоминаю вам, что вы можете написать мне на почту, задать какие-то вопросы, а можете показать учебные презентации, которые вы создаете, и проконсультироваться со мной по любому вопросу. Так, макеты при скачивании и переносе социальной сети расплываются или меняется цвет. Почему? Вы скачиваете не макеты, а, наверное, слайды, как картинки, да, и они при этом расплывают и меняют цвет. Так. Так, анастасинка, собака, Gmail.ru. Давайте я вам напишу еще чат, почта. Gmail.com Почему-то я решила, что я напишу. Так. Эльвира Амировна, напишите мне, пожалуйста, на почту, и мы с вами разберемся, почему у вас такой непорядок с презентацией. Напоминаю еще раз, что ссылка, по которой вы можете скачать ресурсы, там есть вот эта презентация, которую я показывала, там в комментариях слайдов есть алгоритм и подробно прописан. Есть презентация, которую я скачала из канвы, и вы можете мне потренироваться. А третья презентация – это презентация со встроенной темой. То есть вы как раз ту тему, которую я создавала и показывала вам в качестве примера, она сохранена, и вы можете не только ее разобрать на части и изучить, но и применять уже при создании собственной презентации. И уже затем лично оценить, насколько вам удобно использовать уже готовые шаблоны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok